Рак молочной железы Мультидисциплинарный подход, перспективы диагностики и лечения остановиться буквально на основных ключевых моментах. Конечно же, изменились принципы лечения рака молочной железы. Пациент больше не пассивный пассажир автомобиля под названием «Жизнь», он его активный участник. И больная или больной раком молочной железы такой же полноценный член нашей мультидисциплинарной команды. Раньше мы представляли пациента в центре, теперь он не в центре. Он одновременно вместе с нами разделяет ответственность. И наряду с общепринятыми принципами мы привыкли говорить о мультидисциплинарности, комплексности подхода. Мы говорим о пациент-ориентированном подходе, проблемно-ориентированном подходе. И, конечно же, максимально биологически направленном, с учетом на многообразие биологии рака молочной железы, о котором мы будем говорить так много, и говорили, и будем говорить все эти дни. И все это для того, чтобы вот эта вот мультидисциплинарная команда, члены которой сегодня будут выступать своими сообщениями, сделали все возможное, чтобы правильному пациенту в правильное время было назначено правильное лечение. Посмотрите, как изменились подходы в лечении рака молочной железы за последние пять лет. Если смотреть на это с точки зрения клинического онколога, еще в 70-е годы, когда, наверное, я еще не родилась, а Владимир Феевич уже активно развивал это направление, и были внесены колоссальные изменения в понимании биологии, биологические подтипы рака молочной железы. Для нас все равно рак молочной железы, если говорить с точки зрения рецепт именно биологического портрета, это была серая зона. Хотя клинические биологические подтипы, они уже были заложены, и знания о них были заложены. А вот в 70-х годах, как только появились, были открыты рецепторы эстрогенов, и препарат тамоксифен, являющийся золотым стандартом в лечении рака молочной железы, первым таргетным препаратом мы уже стали разделять рак молочной железы на два биологических суррогатных подтипов, гормонопозитивный и эстрогеннегативный подтипы. А вот ближе уже на пороге 21 века, когда был открыт эпидермальный фактор роста второго типа, здесь мы уже заговорили о многообразии рака, о его многоликости рака молочной железы. Настолько изменилось понимание в биологии рака молочной железы. Наряду с гормоночувствительным раком молочной железы мы стали говорить о HER2-негативном раке молочной железы. Открытие таргетного препарата, хотя это уже не совсем истинный таргетный препарат, но это крупная молекула, антитела, изменило биологию рака молочной железы. И некогда агрессивный подтип превращается, его течение в достаточно вяло текущее, латентное. И опять отсутствие рецепторов эстрогенов, прокистерона, эпидермального фактора роста на ядрах опухолевых клеток уже нам позволило выделить трижды негативный. А посмотрите, по сути мы живем в, я бы сказала, такую революционную эволюцию, когда каждые несколько месяцев мы получаем новые знания, которые заставляют нас изменить подходы, потому что не только мы получаем знания о биологии опухоли, у нас есть возможность назначения таргетных препаратов, направленных на конкретные биологические мишени. И да, мы научились лечить хердопозитивный рак молочной железы. Назначение эффективной терапии позволяет пациентам в ряде случаев излечивать или доживать до нового, более эффективного лечения. Комбинированная терапия гормоново-позитивного рака молочной железы также совершенно изменила парадигму в лечении данной категории больных. И, наконец, трижды негативный рак молочной железы мы словно стоим на распутье. Знание герминальной мутации и выделение совершенно самостоятельного биологического потипа, ассоциированного с герминальной мутацией Берси, нам важно. И мы говорим, что по сути всех больных рака молочной железы нужно тестировать наносительство данной мутации. Нас уже не устраивает полимеразная цепная реакция. Полногеномные секвениры им дают возможность максимально получить информацию и для того, чтобы это все повлияет на подходы, как уже в адевантном назначении данной категории, если мы говорим о парп-ингибиторах, так и при метастатическом раке молочной железы. Трижды негативный рак в первой линии, ассоциированный с экспрессией ПДЛ, опять открыло для нас возможности назначения иммунотерапии. И опять, что делать с пациентами, у которых нет ни герминальной мутации, ни экспрессии ПДЛ, и что делать? Ну это по сути самостоятельный такой потип. И опять-таки, мы сейчас живем настолько в революционную эпоху, что каждый биологический потип, мы уже имеем предпосылки, что для каждого носительства той или иного вида экспрессии или мутации у нас появляются эффективные опции в лечении данной категории больных. Позвольте мне не называть вот те важные ступени, которые позволяют каждый из суррогатных биологических потипов, благодаря носительству или отсутствию той или иной мутации или экспрессии, позволяют нам эффективно менять, изменять судьбу пациентов, благодаря увеличению показателей общей выживаемости и улучшению качества жизни больных. Да, мы четко знаем, как лечить, потому что мы определились с лечением больных ранними местно распространенными формами. Да, мы понимаем, как лечить метастатический рак молочной железы, но у нас появилась совершенно уникальная группа больных с олигометастатической болезнью. У нас появился новый термин – олигометастатическая болезнь. И вот именно эта категория больных требует особенно большого внимания со стороны мультидисциплинарной команды, хотя ни один пациент рака молочной железы не должен быть обойден вниманием данной команды. И вот небольшая подгруппа пациентов с олигометастатическим заболеванием, да, их немного, или метастатическим заболеванием малого объема при высокой чувствительности к системной терапии может достичь полной ремиссии и длительной выживаемости. Именно для этих отобранных пациентов следует рассмотреть особенно важный мультимодальный подход с включением наряду системной терапии методы локального контроля. И вот у нас достаточно есть исследования, пусть они будут их доказательная база, иногда в ряде случаев, конечно же, требует такого, может быть, предвзятого отношения, но, тем не менее, есть популяционное когортное исследование данных реестра Национального института по надзору эпидемиологии и Соединенных Штатов Америки. Да, данные с 2010 по 2014 годы. Было включено сведение более чем о 17 тысячах больных, как мы говорим, наивных, Денова, у которых впервые выявлен метастатический рак молочной железы. И вот сравнили, когда эти пациенты получали комбинированное лечение, включающее и системную терапию, методы локального контроля против химиотерапии. Да, мы можем, конечно, сказать, что пациенты, которые получали химиотерапию, возможно, они были более агрессивны, а, возможно, именно эта категория больных, которые начали получать химиотерапию, у этих пациентов, может быть, им и не понадобились в ряде случаев методы локального контроля. Но, тем не менее, те пациенты, которые получали комбинированное лечение, исключающее наряду с системным лечением хирургическое, химиотерапевтическое лечение, медиана общей выживаемости, была в два раза и больше, выше, это 51 месяц против 22 месяцев. Опять-таки, исследование, которое обсуждается активно или в меньшей степени, но, тем не менее, оно есть, больные первичные рака молочной железы, и, безусловно, в приоритете у нас системное лечение. При отсутствии прогрессирования в течение 4-8 месяцев разделялись на несколько рукавов, это могло быть продолжение только системной терапии, или же эти пациенты получали локальное лечение с возможностью химиотерапевтического лечения, безусловно, и полная резекция опухоли могла бы в последующей послеоперационной лучевой терапии по стандартному подходу и наблюдению в качестве 5 лет. Оказалось, что, опять-таки, трехлетняя общая выживаемость, она сопоставима как при назначении только химиотерапевтического лечения, так и по комбинированным подходам. Есть ряд рандомизированных клинических исследований, которые изучают хирургический подход в лечении метастатического рака молочной железы, и вчера вот состоялось голосование, которое проводила доктор медицинских наук Марина Борисовна Стенина, и, опять-таки, большинство респондентов отметило, что это более 50%, что пациенты, у которых достигается эффективный системный контроль, могут быть кандидатами для проведения локального лечения, хирургического или лучевой терапии. Но, опять-таки, когда существует стереотоксическая лучевая терапия, по сути, радиохирургия для олигометастатической болезни, это достаточно интересная для нас перспектива, и это пациенты, имеющие до 5 метастатических очагов. И здесь вот обсуждаются возможности проведения либо палеотивной лучевой терапии при наличии показаний назначения химиотерапии по решению клинического онколога, мультидисциплинарной команды, это, безусловно, если мы говорим только так, или же вторая группа стереотоксическая лучевая терапия на все очаги и назначение химиотерапии, или же, почему эта химиотерапия, это может быть и таргетная терапия, и гормонотерапия на очаги, и, соответственно, наблюдение. И при последующих, если у нас есть прогрессирование или новых очагов, эти очаги подвергаются также локальному контролю. И что было показано, что, ну, пусть это даже, так скажем, не все пациенты из 99 пациентов, это были пациенты рака молочной железы, но это были пациенты с олигометастатической болезнью. Медианное наблюдение составило 51 месяц. Пятилетняя общая выживаемость только в группе стандартного лечения составляла порядка 18%, тогда как бы группе, соответственно, такого комбинированного подхода, включающегося системной терапии вместе с стереотоксической лучевой терапией, составляла практически 50%. И если пятилетняя выживаемость без прогрессирования была всего лишь 17%, то, соответственно, не была достигнута при пациентах, которые получали локальное лечение. Почему мы уделяем внимание, если мы говорим о олигометастатической болезни, возможности применения стереотоксической радиохирургии, поскольку мы говорим о возможности запуска иммуноопосредованного ответа в следствии проведения стереотоксической лучевой терапии, что было впервые продемонстрировано у 5 пациентов из 14 пациентов в метастатическом раке молочной железы при назначении лучевой терапии и в комбинации с колоннестимулирующими факторами. И было впервые продемонстрировано, обскопальный эффект может быть достигнут при солидных опухоли, когда воздействие происходит на один очаг, а редуции исчезают вследствие иммунологического ответа, другие очаги, на которых не происходило воздействие. И перспективы в лечении олигометастатической болезни, конечно, существуют. Это возможности, опять-таки, радиохирургического подхода на фоне системного лечения, как в комбинации с системным лечением, так и с иммунотерапией, ингибиторами точек иммунного контроля, даже обсуждается возможность применения высокодозной химиотерапии для данной категории больных, потому что мы говорим о возможности именно излечения пациентов с олигометастатической болезнью. И хотелось бы буквально несколько слов сказать, что наш центр активно занимается всесторонними вопросами диагностики и лечения различных солиных заболеваний, включая рак молочной железы. И в этом году наша апробация, которая была разработана сотрудниками медицинкологии Петрова, метод комбинированной лечения больных HER2-позитивным олигометастатическим раком молочной железы, была утверждена Мездравом Российской Федерации и представлена на сайте как протокол клинической апробации, который должен быть исполнен. Планируется включение порядка 100 пациентов, из них в нашем центре. Комбинированное лечение на основе стереотоксической лучевой терапии в комбинации с анти-HER2-таргерной терапией иммуноконюгатом, тростозумабом, интонзином будет проведена 50 пациентам. Собственно, какие пациенты туда в это исследование будет включаться? Конечно же, это пациенты с метастатической формой рака молочной железы, олигометастатической болезни наличия, до 5 метастатических очагов, один из которых должен быть в диаметре не более 5 сантиметров, при условии возможности полной элиминации всех очагов. Более того, хотелось бы отметить, конечно же, это должны быть пациенты с HER2-позитивным раком молочной железы, не являющиеся пациентом носительства мутации BRCA, потому что мы еще раз подчеркиваем, это действительно самостоятельное заболевание, где подходы активно изучаются. Мы здесь берем истинных больных HER2-позитивным олигометастатической болезнью, и пациенты со стабильными очагами, если мы говорим, и это могут быть пациенты и метастазами в головном мозге, и больные HER2-позитивным раком молочной железы, которые могли и должны получать в анамнезе токсаны и тростозумаб. Дизайн данного клинического исследования представлен на слайде, но хотелось бы отметить, что стационарный этап стереотоксической лучевой терапии до двух циклов на все представительства опухолевого заболевания подразумевается, и планируется проведение тростозумаб имтанзина через 24 часа после инициации, после проведения лучевой терапии. Собственно, почему мы именно остановились на такой модели и гипотезе, и основная идеология этого заключается в том, что применение комбинированного лечения на основе радиохирургического лечения в комбинации с ТДМ позволит максимально эффективно контролировать олигометастатическую болезнь за счет развития специфического антитела зависимой клеточной цитотоксичности и повышения радиочувствительности опухолевых клеток за счет воздействия таргетного препарата на их клеточный цикл. И вот такой вот мультидисциплинарный комплексно-биологически направленный и пациент-ориентированный подход, что нам дает это наличие базовых вариантов лечения одновременно для различных групп и таргетное лечение для особых подгрупп в сочетании обоих лечебных методов, подходов. Я сейчас уже не говорю именно о боли гометастатической болезни, я говорю в целом о том, что мы будем обсуждать сегодня и не только эти аспекты. Более раннее терапевтическое воздействие задолго до значительной опухолевой нагрузки и клонального разнообразия возможно позволит достичь наилучшего контроля над заболеванием или полного излечения. И при этом, конечно же, важно помнить, что мы лечим не рак молочной железы, а больного со злокачественной опухолей, основываясь на мультидисциплинарном, пациент-центрированном, проблемно-ориентированном подходе, максимально индиволюзированном с учетом всей доказательной базы о биологии опухоли и ее реакции на системное лечение. Спасибо. 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 Спасибо.